Новости региона в эфире канала ПС, студия Артемий Заварзин. Добрый день. 12 тысяч участников, 2,5 тысячи журналистов, 650 глав российских компаний и 39 министров из 26 стран. Таков в цифрах Международный экономический форум, который продолжается в Санкт-Петербурге среди гостей. И делегация нашего региона. Уже подписан ряд соглашений между Поморьем и крупными инвесторами, а также регионами нашей страны. Так, Архангельская и Вологодская области заключили соглашение о сотрудничестве. Если кратко, то будем взаимодействовать в сфере туризма, культуры, предпринимательства, торговли и здравоохранения. С Архангельской областью у нас связаны давние дружеские отношения. И внешторговый оборот с 2012 года вырос в два раза. В 2012 году он был полтора миллиарда рублей, сейчас 3 миллиарда 200 миллионов рублей. Мы вместе решили вопрос, злободневный вопрос, который многие десятилетия не могли решить. Это начало реконструкции, строительства новой дороги, которая объединяет Ленинградскую, Вологодскую, Архангельскую область. Маршрут, который соединит три наших региона, который на 390 километров позволит сократить путь из Архангельска в Санкт-Петербург через Вологодскую область. На форуме были достигнуты договоренности с компанией «Сименс». На условиях государственно-частного партнерства мы будем работать в сфере здравоохранения. Еще один документ подписали губернатор Игорь Орлов и генеральный директор оборонлогистики Антон Филатов. Компания подключится к реконструкции инфраструктуры аэродрома Пресецк. Также проработан проект организации авиасообщения между Архангельском и Новой Землей. Идет очень насыщенная работа совместная, целый ряд проектов реализован. И сегодня они уже выливаются такие институциональные решения, связанные с созданием серьезных компетенций в Арктике, ряда инвестиционных проектов в области строительства, логистики, транспорта. И уверен, что у нас с учетом прописанного в нашем протоколе плана много хороших и новых идей. А что в эти минуты происходит в Санкт-Петербурге, спросим у Светланы Дейнека. Она работает на Международном экономическом форуме и выходит на прямую связь с нашей студией. Светлана, добрый день. Ждем подробностей. Артемий, добрый день. Главным событием второго форумного дня стало, конечно, пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина. Заседание продолжается и в эти минуты. Основная тема для обсуждения – как Россия встроится в мировую экономику в условиях глобальных изменений. Глава Поморья Игорь Орлов в числе других участников находится в Конгресс-центре. Когда все закончится, мы обязательно спросим его комментарий. Что же произошло до обеда? Деловой завтрак при участии более 20 губернаторов и представителей Министерства образования и науки на тему образования в регионах, затраты или инвестиции. Далее Игорь Орлов провел ряд встреч. Например, подписал соглашение о сотрудничестве с правительством Вологодской области. Артемий. Спасибо, Светлана. На Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге продолжает работу моя коллега Светлана Дейнека. Новые информации и интересные комментарии в 19.20 на канале ТВ-центр. А мы продолжаем. Отстоять свои права на солнечный свет пытаются жители дома 52 по проспекту советских космонавтов. Напротив многоэтажки развернулась большая стройка, которая, по мнению жителей, портит вид из окон и закрывает солнце. Строительство началось год назад и велось поэтапно. С каждым новым этажом проблем становилось все больше. Также жители уверяют, что о публичных слушаниях, которые якобы проводил застройщик, их никто не известил. И вот сейчас началось строительство дополнительного корпуса. Его, кстати, нет нигде на планах. Застройщик нас дезинформировал. Эта вот махина своей стеной выходит мне прямо на гостиную, закрывает полностью весь обзор. Высотные корпуса закрыли от нас полностью солнечный свет. Это недопустимо в условиях северного региона. Строительство объекта в указанном жилом доме начиналось сначала с одного подъезда. У нас было первое разрешение в связи с земельными участками. Потом было второе разрешение и третье разрешение на этот трехэтажный дом. У нас все законно. На чей на самом деле стороне закон? Есть ли у жителей близлежащих домов шанс отстоять свои права? Большой репортаж смотрите в итоговой программе «Автограф дня» эфира в 19 часов 20 минут на телеканале. В Соломбальском округе в очередной раз разбирали незаконные свалки. Подрядная организация совместно с администрацией и жителями Соломбалы устроили субботник около интерната в широком переулке. Убрали мусор и на улицах Валявкиной и Литейной. В этих местах несанкционированные свалки ликвидируют регулярно. Но каждый раз в течение недели после уборки мусор накапливается вновь. При этом ликвидация стихийных свалок обходится городскому бюджету примерно 100 тысяч рублей за месяц. Администрация округа просит жителей быть более ответственными и оказывать помощь властям в уборке мусора. Если вы увидели, что какой-то автомобиль или какой-то гражданин несет или сваливает какой-либо мусор в неположенном месте, это можно заснять на телефон или, если это автомобиль, записать номер, сообщить в свою управляющую организацию для последующей передачи в администрацию или напрямую в администрацию округа. Естественно, нами уже будут приняты соответствующие меры. Другим темам в Архангельске стартовала летняя оздоровительная кампания. Сегодня на острове Краснофлотске открылась первая смена военно-патриотического лагеря «Архангел». Уже четыре года в полевых условиях в три смены отдыхают маморские мальчишки. 60 ребят проживут словно в военном училище. Вместо отряда взвода, вместо вожатых – командиры. Основа – это военное дело, это общевоинские уставы, химподготовка, огневая подготовка, тактическая, строевая подготовка. Для этого создана вся база, которую вы видите сейчас, и также огромный блок физической подготовки. Ребята живут четко по режиму. Кроме военной подготовки, ребята осваивают и разную технику – квадроциклы, трициклы и мотоциклы. Среди воспитанников проводят соревнования. В этом году парк транспортных средств значительно обновился. Вот в этом году прибавилось Нива и у вас, и у вас. Может быть, на них еще попробуем покататься. Но я не знаю лично. Подробнее о том, как детский отдых может быть не просто интересным, но и полезным, расскажем в 19-20 программе «Автограф дня». Сегодня в поселке Дорожников митрополит Архангельский Холмогорский Даниил осветил домовой храм в честь святителя Николая Чудотворца. Домовой храм стоит у самой дороги, чтобы проезжающие мимо смогли помолиться и пожелать всем счастливого пути. Любовь Бога и Отца. Многие люди даже и не знают здесь, на земле, они узнают, когда их души придут туда, почему они избавились от той или иной аварии. Или, еще можно сказать по-другому, попав в аварию, они остались живы, потому что за них, за них творили молитву. Я просто работаю здесь, поэтому, да, и удобно, и хорошо, и как бы с Богом легче работать. Отметим, что домовой храм святого Николая Чудотворца может посетить любой желающий. Другим темам на территории 10 районов Архангельской области ожидаются заморозки. По информации Севгидромета, понижение температуры вероятнее всего на территории Конышского, Крыгопольского, Дианамского, Устьянского, Вельского, Шенкурского, Виноградовского районов. В Плесецком, Онежском, Холмогорском также похолодает. Заморозки могут длиться до 4 июня. При этом из-за влияния морского воздуха в Архангельске сохранится более мягкая погода. В Архангельске дали старт седьмым президентским спортивным играм. Торжественная церемония открытия прошла в центре Нурт-Арена. Это региональный этап всероссийских игр школьников и в этом году больше желающих принять участие в престижных соревнованиях. Если в 2014 году заявилось всего 3 тысячи мальчишек и девчонок, то в этом свыше 20 тысяч. Отбор на финал областного этапа был жесткий, до него добрались чуть менее 100 ребят. Они будут соревноваться в пяти видах спорта. Легкая атлетика, шашки, настольный теннис, плавание, баскетбол. Будет, к сожалению, только один победитель. Победитель представит наш регион на заключительном этапе всероссийских президентских игр, который пройдет в сентябре в детском центре Орленок. На Черноморском побережье. В июне в России отмечают День кинолога. Этот день празднуют люди добрые, терпеливые и обязательные. Иным и не бывает человек, воспитывающий собаку. А четвероногие сегодня служат в таможенных органах, полиции и уголовной исполнительной системе. Количество таких сотрудников обычно держат в тайне, однако только в УФСИН их не менее трех сотен. Наша съемочная группа побывала на тренировке лохматых служивых. Пятидневная рабочая неделя, утвержденный руководителем график, выходные и больничные. У собак, служащих в УФСИН, все как у людей. Но у четвероногих есть одно важное преимущество. Влажный черный нос различает запахи в тысячи раз лучше человеческого. В 2016 году на 12 колонии кинолог-патрульный обнаружил пытающихся преодолеть препятствия осужденных. И почуяла собака, их потом уже обнаружил сам кинолог, увидел. Наркотики обычно ищут спаниели и лабрадоры. У этих пород острый нюх и неграмма злобы. А вот в розыск берут в основном чистокровных немцев. С таким зверем в темном переулке не захочет встретиться никто. Но стать частью трудового коллектива может далеко не каждый пес. Если наркотические средства, то у нее должна быть ярко выраженная поисковая реакция на запахи. А у розыскных патрульных взрывов у них активная оборонительная реакция. Прежде чем приступить к труду, собака проходит полугодовое обучение. Бытует миф, что четвероногим дает попробовать настоящие наркотические вещества. Якобы только так пес сможет обнаружить запрещенку. Кинологи над стереотипом смеются. Вот с такими имитаторами наркотиков и взрывчатых средств работают кинологи и их собаки. Безусловно, неграмма запрещенных веществ в этих баночках нет. Но специалисты говорят, запах имитатора и полностью идентичен запаху настоящего наркотика. Так, например, героин очень сильно пахнет уксусом. Что удивительно, четвероногий хочет определять пять основных видов наркотиков. Но собачий нос умудряется почуять микроскопические дозы веществ, не входящих в программу обучения. В этом году было два случая. В основном идут в посылках, прячут их с черными способами, без бичства в собак, в кофе, в лук, в пробки бальзамов. После окончания службы собак списывают. Чаще всего это значит, что у кинолога в доме появляется третий, а то и четвертый по счету пес. Вот эта вот собака моя личная, она со мной дома живет, в доме. И на пенсию она тоже домой идет. У них восемь лет они служат и потом списывают и домой. Говорят, после выхода на пенсию у собаки начинается вторая молодость. Отныне из всех обязанностей у нее быть сытой и довольной жизнью. Но до этого времени каждому из этих псов предстоит не раз принести пользу. Ирина Ившина, Евгений Зыков, Ольга Красулина, Архангельское телевидение. Итоги дня в 19.20 на канале ТВ-центра. Я не прощаюсь и жду вас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова